В будущем человеке. Кто такой будущий человек и как будет устроено производство и производственные отношения в будущем? Как обычно бывает, что все будущее уже есть в наличии прямо сейчас. Настоящий момент, настоящий мир в мире. Как раньше обстояло дело в индустриальном производстве. Каждый из нас получал зарплату за труд и на эту зарплату покупал некоторые продукты с рынка. Он покупал их индивидуально, а трудился коллективно. Это означает, что экономика какой-нибудь державы или страны состояла из набора очень больших фабриков и заводов, где по точным методам производили что-нибудь полезное. Либо автомобили, либо что-либо еще, либо как-то еще. Получалось, что подавляющее большинство доходов, которые располагало население, это были доходы за проданный труд. То есть население продавало свое рабочее время на рынке свободно. Предпринимателей, которых было относительно общего населения очень мало, это свободное время покупали. Они покупали таким образом, а население потом свой проданный труд, свою проданную жизнь, несло опять на рынок в форме денег и покупало здесь какие-то продукты. В настоящий момент в Европе, уже западный, структура доходов населения изменилась принципиально по иному. То есть теперь подавляющее большинство доходов и значительная часть населения, оно не продает свой труд как нечто абстрактное. Время, каким оно будет закручивать гайку, или сидеть за куйманом, или что-либо еще другое делать. Оно начинает изготавливать настоящие продукты, продавать его на рынке. Само. Это может быть готовая программа, которую оно будет продавать на рынке. Это означает, что я не сижу в какой-то большой конторе, по 8 часов над этой программой и думаю, продаю собственное время. Я продаю готовый продукт. Это может быть дизайн, это могут быть всевозможные формы услуг, что-либо еще. В современном мире очень большое количество деятельности отдано на аутсорсинг. Это означает, что предприятие занимается какой-то профильной деятельностью, а все остальное покупает за уже как готовый продукт, у большого количества всевозможных поставщиков. Часто за фирмами, которые продают этот продукт, скрывается один человек. И эта ситуация, она меняет все. Эта ситуация меняет все. Абсолютно. Оказывается, например, что все формы нашей социальной жизни организованности начинают испытывать от этого чрезвычайно большой кризис. Но в самом деле, что такое форма пенсионного страхования? Пенсии. Это означает, что государство выступает в качестве посредника между работодателем и наемным рабочим, который подает этому работодателю свой труд. А работодатель его организовывает и подает какой-то продукт. Если в моей фирме работает только один я, я являюсь и работодателем таким образом, и наемным рабочим, а на самом деле ни тем, ни другим, то зачем мне нужно государство, и зачем мне нужна пенсионная форма? Оно что, станет посредником между мной и мной опять-таки? Совершенно это не нужно. Это совершенно напрасная функция. Точно так же медицинская страховка, медицина, она опять состояла в том, что у тебя есть некоторый врач общей практики, который приходит и дает тебе справку, что ты действительно проболел, и ты эти 8 дней, или сколько бы еще, не мог трудиться. Тебе выплачивается за это определенного рода компенсация. Ты как бы на этом деле не трудился. Не трудился и не мог. Тебе зачем врач этой общей практики, этот нужен теперь, если ты сам, если ты продаешь продукты, и тебе не нужно никакого рода оправдания, почему ты не вышел в этот день на работу? Мы видим, что ситуация медицины, подобного рода положения дел, тоже меняет все. Оно меняет все и в ситуации банковского дела. Почему в банковском деле это происходит? А потому что есть действительно некое государство, которое изготавливает деньги, выпускает эти деньги. И само ухитряется жить во многом за счет эмиссионного дохода. А что такое деньги? Деньги – это воплощенное рабочее время. Но теперь, если у тебя подобной ситуации больше нет, зачем тебе некий посредник между тобой и твоим рабочим ледием? Он тебе не нужен. Отсюда можно сделать вывод, что в ситуациях универсальных денег, то есть денег, существующих во всем государстве, будут испытывать всевозможные рода кризисы. И она их по большому счету испытывает. То есть раньше была машина в воспроизводстве, а сейчас появился индивидуальный. Да, да, да. В смысле того, что ты начал продавать продукт, стал предпринимателем сам. Ты раньше продавал только время свое. Но заметьте, даже странный идеалет. Ты был уже наоборот сначала, в натуральном хозяйстве. Ты был индивидуальный. Тогда ты ничего не продавал. Обратите внимание. Понятно, да. Там рыночных ситуаций у тебя не было. Совершенно. Ты все, что ты изготавливал сам, ты сам и потреблял. Ты на рынок не приходил. Потом появилась моя машинная производство. Появилась моя индустриальная фаза, согласен, да. Теперь как бы идет обозврат уже к натуральному хозяйству. Ну как бы на новой фазе. Это не натуральное хозяйство, потому что ты по-прежнему продаешь то, что ты изготавливаешь программное обеспечение, которое, ну, теперь оно самому не нужно. Оно нужно кому-то там еще. Ты его продаешь на рынке. Но ты сам теперь, ты сам завод, понимаешь? Ты сам завод индустриальной фазы. То есть ты сам изготавливаешь конечный продукт. Но только не индустриальный, наверное, а после индустриального. Сама эта ситуация оказывается постиндустриальной, но с точки зрения индустриальной фазы ты сам человек-завод просто-напросто. Или ты создаешь дизайн новой футболки, ты владеешь программным испечением каким-то, ты создаешь дизайн этой новой футболки один. Может быть твоя жена, может быть еще кто-то. Безусловно, ты еще несколько человек наймешь себя на работу, может быть одного-двух, а может быть и не наймешь. Но важно, что ты сам по себе такой маленький, компактный, очень эффективный и завод. И ты никаким образом не лимитировал, никаким плодовым законодательством. Ты сколько хочешь на себя, столько и работаешь. Что, сам себя эксплуатируешь что ли? То есть личные государства больше не нужны, которые регулируют отношения? Да, да, да. У тебя раньше государство нужно, но было как посредник, типа как профсоюз, который стоял между работодателем и этим самым, и наемным рабочим, который продавал свое время. И наемный рабочий выступал здесь как массовый наемный рабочий, как массовое сознание, массовое общество, да, вот это атомизированное и так далее. Да, 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 действительно. Хотя индивидуализированное, наоборот. Он боролся за то, чтобы получить за свое проданное время как можно больше. Ну вот у него такая была противоположность. И поэтому абстрактный труд был, действительно. Да, он был чистый абстрактный труд, марсовский, чистый абстрактный труд. Хотя творческий, индивидуальный труд. Я не знаю, сколько он творческий, я не готов говорить, что он настолько творческий. Но очень важно понимать, что люди начинают продавать конкретный вадукт. Вместо того, чтобы продавать свое время, люди начинают продавать конкретные вадукты. И эта ситуация меняет все. Тебе, оказывается, не нужно посредник между тобой и рабочим, потому что между собой и собой. Ты начинаешь воспринимать его больше как рэкетира, который тут своими правилами. Ну и вообще глобализм получается оправдан, да? Восьмичасовым рабочим днем к себе начинает навязываться, там еще чем-то там начинает. С пенсионным скандальством, но она хочет... Налоги хочет собрать. Налоги свои собирать. Но налоги еще можно на инфраструктуру. Но она же тебя пытается, например, ну... Если ты сам себе предприниматель, то дело твоего пенсионного обеспечения – это твое собственное дело. Ни в коем случае. Тебе этот посредник, который из своих этих вещей возьмет 200% с того, что ты себе отложишь, он не нужен. Ты сам занимаешься твоей системой пенсионного обеспечения. Но теперь они пенсионное обеспечение называют страхование. Ну и страхование, но тем не менее. Вот точно так же. У тебя это везде. Тебе этот посредник, по большому счету, не нужен становится. Не, ну как-то государство должно доказывать, что оно нужно. А вот оно доказывает, в частности, пенсионным своим законодательствам. Ну так, пенсионное, оно действительно, в этом большое количество народа, которые подвислило рабочее время, существование государства в такой функции, оно заинтересовано. Дело и более того, дух времени состоит в том, что не в силах являются такими индивидуалами, которые являются сами себе и работодателем, сами себе и... Это у нас в стране не плохо. Да, ты имеешь в виду дух, ну понятно. Тем не менее, в стране теперь, как ни странно, вот раньше думалось, что такое экономика страны. Это экономика, когда много-много полей, и они засеяны зерном или чем-нибудь еще. Потом начали думать, что экономика – это когда много-много забот. А теперь похоже, что экономика, когда очень много-много вот таких людей. Вот они и есть такая, вот такая сталь. Вот эти вот такие люди-заводы, они как бы на нем не существуют. Но я про что хочу здесь сказать. Что им всевозможны суррогаты, и деньги являются суррогатами поданного жилья всего лишь. Деньги – это поданные суррогатам урежных людей. Им не нужно. Получается, что этот нормат, так называемый, или этот свободный рабочий, он идеологически лентяй. Почему? Потому что точно так же между ним работодателем и даеным рабочим, сколько они слисты в одном лице, не нужно государству в качестве посредника между ним и ним опять таки. Точно так же, ему не нужно и государству, то есть деньги в качестве посредника, между егоmidón, и опять-таки им циной. – То есть деньги – это не универсальные, а деньги – это связанные с определенным условностями… Деньги – это всегда время. Деньги – это всегда время. Просто появились сначала безналичные деньги, а теперь уже безналичные деньги, они вообще могут существовать через банк-клиенты и всякие другие. Да нет, это сколько угодно. Я же не о том немножко говорю. Сама думаешь, что Кадамаду ты кого принял? Я у такого человека завода, который продает готовый продукт, я это понимаю. А как объясняется, почему Кадамад же это гощевник, причем кочевой образ жизни? А я объясняю, почему здесь гощевой образ жизни оказывается. Вот именно в смысле продажи денег. Точно так же тебе не нужен стал посредник между тобой и твоим рабочим временем. А деньги выступают в качестве посредника между тобой и твоим рабочим временем. Деньги – это воплощенный труд, воплощенное время. Но ты их изготавливаешь, государство выпечатает, это берет своим низковым инструментом. Эмиссионный доход, так называемый. Ну или люди, которые изготавливают в банке. А тут оказывается, что для тебя такой посредник… Тебе, конечно, деньги нужны. Ты же тоже проешь за деньги что-то. Но тебе такой универсальный посредник идеологически оказывается не нужен. Поэтому все в аномалии направлено на то, чтобы иметь максимальное, возможно, много свободного времени. Свободной жизни. Поэтому он и аномар, поэтому он и качельник. Поэтому я думаю, что лень у этого человека является фактором идеологическим. Наконец-то рабочим временем перестал быть целью, а стало только средством для того, чтобы обеспечить цель. А именно целью является доступом. А когда ты, собственно, трудишься, получается, да, то, поскольку ты находишься в ситуации товарно-денежных отношений, из тебя государство пытается снять определенного рода ленту. Если раньше она в условии массового производства была оправдана, то теперь эта подобного рода попытка снять ленту оказывается не оправдана. Поэтому лень превращается в нечто идеологическое значение. И путешествие превращается в нечто идеологическое значение. Но есть люди, которые год работают, потом зарабатывают деньги, а потом год не работают. Это тоже такая ситуация. Нет, это прикрепленность. Раньше все-таки в каком-то смысле было, если не рабство, то, по крайней мере, это некая прикрепленность. Ты должен был работать на заводе, потому что, условно говоря, заработная плата твоя способность положить. Это да, это да. У тебя получается странная вещь, что эти люди зачастую не стремятся к наращиванию капитала. Но они же теперь понимают, что их есть... И более того, те капиталисты, которые существуют, они живут такой специфистической жизнью. Куда-то уезжают, там, на остров. Да, нарушительник. Да, нарушительник. Это ведь тоже явление наше время. Да. А связано это с тем, что у тебя получается практически любой труд, поскольку он облагается через деньги от определенного года налогов, для тебя становится нерентальным. А как ты тогда зарабатываешь? Некоторое время, чтобы себя поддержать, ты зарабатываешь. Некоторые время ты зарабатываешь. Понятно. Нам надо его. Главной целью у тебя становится не количество денег, не количество потребленных благ, а главной целью у тебя становится рабочая жизнь. Я бы сказал, а как избежать вот такого возражения, что такой человек является паразитом? Он не является паразитом. А кто его содержит? А кто его содержит? Ну, может, он, например, у нас был товарищ, который умудряется найти какие-то ниши, какие-то, понимаешь? Ну, это понятно. Тем не менее, он не является... Игра на валют, игра на биржи и еще какие-то другие. Тем не менее, он паразитом в этой системе не является. А более того, как ни странно, поэтому я начал говорить про поля и про фабрики, да? Вот другой экономический клад. Именно подобного рода люди являются становыми хруктуром современной постскохозяйственной экономики. Это точно. Я согласен. Именно они и создают. То есть, ситуация прямо обратная. Прямо обратно, чем человек, который написал тебе в комментариях. У него показать, ему тоже казалось, что на мат этот, вот это паразит. Он нифига не паразит. Именно эти люди, которые продолжают трудиться на заводах, на фабриках, по большому счету переводим, скажем, хороший металл в металлолом, в эту, ну, всевозможную сделать, на советские, там, автомобили переводят в хороший металл в металлолом. А государство еще дает, чтобы остальные люди не покупали. Какие-то пошлины, облагают всех налогом, чтобы только эти несчастные, убогие чуваки из Нижнего Тагила продолжали по 8 часов в день ходить на свое рабочее место и что-то там делать. Область корпораций. Но ведь, с другой стороны, есть и обратная тенденция. Возникает супермощные международные корпорации. А я про деньги еще продолжаю. А здесь у тебя корпорации возникают. Вот ты посмотри, как они организованы. Они все организованы и чисто формально. То есть, их нет такого, что это у тебя единый живой организм. Они обычно организованы таким образом, что они являются, у них общий акционер. И у них есть один совет докторов. Но у тебя одна часть корпорации продает другой части корпорации, потому что цен нет чего-то. И подобного рода дробления, как ни странно, есть ли укрепление определенного, но оно есть. А у тебя в нормальной ситуации, когда ты трудишься на обычном заводе, ты трудишься, скажем, кладовщиком. Ты же не продаешь продукт свой. Ты продаешь свое рабочее время. Тебе известно, что какие-то у тебя обязанности есть. Их за свое рабочее время выполняешь. Но ты не продаешь другому цеху, например, свои услуги кладовщика. Не продаешь. И подобного рода вещи везде бывают. Эти корпорации есть. Но я продолжаю ситуацию про деньги. Это очень интересный и еще другой аспект. Что должны в связи с этим появляться новые деньги. То есть, у тебя нет, скажем, единого мерила всей ценности. Например, доллар или евро. Ситуация очень сильно будет напоминать современную графию, когда каждый штат у тебя печатает какую-то новую валюту свою. Вообще-то интернет-болюбе тоже какая-то есть. Она пока игровая. Да. Деньги будут игровые. Я согласен. Правильное слово совершенно. Они будут игровые. Это могут быть бонусы на полеты на трансайвер, что-либо еще. Это могут быть игровые. Это могут быть деньги какого-нибудь вархавка или то и что. Но очень важно понимать, что этот самый наматур бежит отовсюду. Он пытается сейчас в последнее время сбежать от государства. Потому что государство перестало играть ту фундаментальную паразитную вручь, которую она делала в ситуацию назумную. А превратилось в какого-то непонятного переводчика. Средство на нырях. То есть наоборот государство стало паразитным. Наоборот. Да. Не навал паразит, а государство паразитирует на денег. Я думаю, очень забавно получается. И получается, что это самое общество из этих хапочек Нижнего Тагила, из крестьян, которые сотни веками сидят на одном и том же месте, возле ближайшего винно-водочного магазина. Именно они являются по отношению к намаду паразитирующей структурой. Потому что в основе намада вот этой всякой вот такой вещи, то, что у него скинуто большое количество функций, которые применены государству, либо еще, в основе его лежит удивительного рода эффективность. Он действительно очень эффективен, очень гибр, очень быстр. И понятно, те услуги, которые будут востребованы в мире намада, это первые услуги на образование, и это, в первую очередь, услуги на здравоохранение. То есть просто реальное общество это такое, где все будут учиться и все будут лечиться. Ну не просто лечиться, а как бы задуматься, может быть, это... Ну не бессмертий есть, а по крайней мере, очень долго жить. И будет на это тратить какие-то... Еще забавность, что части материального производства, которые там существуют, ты можешь отдать на аутсопсинг. Куда-нибудь в Китае разместить. Ну или не в Китае, в ближайшем заводе в Сестерецке. Вспомним мою детство производства СИГ. Да, у меня же не было собственной производственной базы как таковой. Или ты можешь продавать этот... сайты, как вот Александр, который только что там от нас ушел. Вот он продает посещаемость этих своих сайтов. И вот за это человек тоже нормально живет. Чего себе ни намат, ни ни странник. Он не связан ничем, опять-таки. Никакая внешняя... Ну и слово странник напоминает уже по семинару. Фельдбана, помните, вы слышали? Там как раз... Да, я помню. Я помню. Но это немножко другое. Чего ни было. Ну раз намат, так и намат. И вот, значит, в чем состоит идея вот этого самого номанизма или человека будущего? Она состоит в том, что, проводя итоги как бы семинара, что в настоящее время человек начинает продавать не свое рабочее время в основе своей, а начинает продавать готовый продукт. То есть каждый становится таким интеллектуальным фирмой или непонятно что. Именно это люди представляют из себя цвет и основы экономики любого государства. И между ними и традиционным государством возможен профильд, который проходит по всем сторонам. по медицинскому, по пенсионному страхованию, по системе правоохранительных органов и, самое главное, по печатанию денег, что-либо еще. И этот конфликт, он очень значим и является одной из главных противоречий в нашей эпохе. Мы видели, например, в Сахарной и Болотной площади, что люди, из которых значительная часть была так называемых вот этих самых номанов, они вышли протестовать против другого мира. И мы видим, что каким образом тот самый отживший мир из слесарей из Нижнего Тагила и вечно пьющих христиан, совершенным образом не воспринимал их за свои. Он воспринимал за что-то совершили. Даже сказал, прям, определенную роду ненависть. И это действительно. Это та самая ненависть, которая двигала лудитами, когда они вырывались из зданий новых мануфактур и фабрики, и ломали там станки. Вот точно так же. Вот есть какой-то постиндустриальный мир. Я не удивлюсь, если скоро появится у каждого на столе как печатный принтер, появится у каждого персональный завод, на котором ты готовишь чертежам и своим идеям, можешь практически все что было на создание. И тогда эта экономика будет совсем другой. И она уже сейчас другая совсем. И как с ними работать, как делать, чтобы этих людей появлялось очень много в нашем мире. И они, например, в России оставались, не уезжали за границу. И не виртуально уезжали за границу. Он может реализоваться. Он может виртуально уехать за границу. Может жить здесь как тело, а свой бизнес вот таким образом умеет его прятать. Он его выведет через деньги, через карточки пластиковые, еще любое что-либо. Он будет в ней находиться, в этом мире. В нем как бы не присутствует. Я так сильно подозреваю, что такой демократический сектор, как ни странно, в современной российской экономике достаточно большой, достаточно значимый. Он достаточно хоплый. Просто он совершенно в тени, в принципиально в тени. Я вот сильно подозреваю. И тут надо к сниманию совсем уже иначе к этому делу подходить. Надо создавать для них совершенно другой образ жизни. Не образ жизни. А возможно. А возможно. Не надо ей мешать, по крайней мере. Поэтому я вот воспринимаю нынешний закон о запрете пропаганды и гомосексуализм, прошу прощения, и также борьба с легкими наркотиками и всем прочим, это проявление такой же реакции, как эти площади, набитые за 500 рублей рабочими с нижнего текила. Это такая же попытка бороться с этими человеками-заводами, с намадами, то есть основой современной экономики. То есть борьба против гомосексуализма, пропаганды нашей российской реакции, она является в том числе борьбой против современной экономики. Ну я любопытно, на самом деле, что, как бы вообще в докладе твоем, что государство, оно является, ну как бы отжил свой век, да? То есть государство это некая форма была, таким образом, через что власть опекала население, да? Это способ опеки, и на какой-то момент она была оправдана, в силу того, что действительно, если бы этой опеки не было, да? То были обе стороны, и работодатели, и подаватели своего труда, они получили много минусов. Да, просто есть, как бы, такое понятие у Гоббса, да, там, что война всех против всех и государства нужна, но хоть и левиафат, хоть и зло вроде, но наименьшее зло в том смысле, что оно позволяет друг другу, нам друг друга не убивать, да? То есть позволяет какой-то наладить порядок, какой-то рационализ, то есть какую-то организацию... Нет, она важную функцию выполнять, тоже пенсионное, страхование, социальное, всякое прочее, она очень много важных вещей делала. Просто большинство, я не готов, что совсем государство умерло, я не готов говорить, но оно должно стать каким-то другим, потому что эти функции, которые оно сейчас занимается, по отношению к нам, они превратились в чисто паразитическую функцию, бессмысленную. Они дают некий паразитальный контур колебаний, которые не имеют никакого отношения к функционированию современной экономики. Это понятно, да, и причем более того, что вот наша экономика часто пробуксовывает из-за того, что ему государство мешает. Если бы государства не было бы, да, бы все уже давно бы развело бы. Да, притом оно не в том, что в смысле законы какие-то плохие, дело не в коррупции же. Да. Дело в самом факте, например, существования пенсионной системы, которая прилагаема к человеку, который сам есть и рабочий, самый продаватель своего труда, сам предприниматель, она как бы не работает, она бессмысленна, она превращается на пустое и бюрократическое изъятие его свободного времени и его денег. Ну, тут, как бы, ты, может быть, немножко упрощаешь. Дело просто в том, что существует же понятие, ну, неожиданного чего-нибудь, да, может с тобой случиться что-то неожиданное. Это все так. Это все так. Но все не так, вроде же, так просто. Точно так же я... Есть какой-то балласт просто другой. Не так, что сейчас государство все, а отдельный человек ничто, да, отдельный человек это вот как бы атом, ну, то есть вот некого целого. Нет, это очень важно. И поэтому все большое количество убогих, они, почему они так патронически настроены, настроены за любого человека, будто Путин или кто-то находится в власти, по той простой причине, что они понимают, реально, дают себе в этом отчет, что они очень многим обязаны государству, и во многом они кормятся и существуют благодаря государству. Ну, ты заметь, это по результатам государства у нас как возросла, если только эту функцию уже. Во-первых, необозримое количество чиновников, потом необозримое количество там милиции, которые пытаются порядок удерживать, необозримое количество всякого родного государственных функций, которые везде... Да, этих преподавателей вузов, которые ничто не учат, и сами ничему не могут научиться, это абсолютно дееспособность врачей некомпетентным. И все это держится только за счет того, что должно быть. Государство их поддерживает. Не население выбирает, к какому врачу ходить, к какому преподавателю ходить и что изучать. То есть, как бы получается, вроде, что у нас экономика есть, это свободная, с одной стороны, должна быть идти, а с другой стороны, получается, что все это нам навязывается, извиняя. То есть, мы можем учиться только в таких-то вузах, и у таких-то преподавателей, а все остальное, это просто есть адрограмма. А должно быть, наоборот, мы должны, как оплатежеспособное население, должны выбирать себе, у кого учиться, где учиться. И так далее. Да, я как раз считаю, что здесь произойдет, что пятилетнее – это высшее образование, как десятилетнее, оно тоже переживает определенного рода кризиса. Нет, ну вот взять Александра Балдачева, у него нет никакой высшей степени, и человек прекрасно скажет, что это не надо, что такая вещь, как степень, оно же свой век уже отжило. Это классический период, очень важно было быть профессором какого-нибудь университета, и тогда оно повлияет на судьбу философии. Просто говорите с кафедрой, все, что говоришь с кафедрой, то является истинным. Все, в последней инстанции. А теперь такого нет, теперь что эти профессоры, они могут сколько угодно вещать со своих кафедр, никто их уже не слушает. То есть вообще понятие кафедры, понятие какого-то места перестает, когда мы говорим о аномалии, понятие места перестает иметь какое-то значение. Не место красит человека, а человек-место. Да, и здесь очень важно видеть, что в этой ситуации она состоит не просто, не просто случайные обстоятельные дела, а обстоятельные состоит в том, что другое совершенно отношение стало к труду уйти. Профессор Камера к кафедрой уйти, почему у нас ввелось наше высшее образование в стране? Что люди конятся как можно большим количеством часов. Их оплачивают по часам, то есть продают в самое время. И вот они набирают в одном возле втором. Кафедры между собой, в возле между собой начинают бороться за то, что они предоставили как можно больше и больше часов. Да, оно еще и воспроизводит такую систему, которая старая преподаватель, которые как вот эти новые преподаватели, такие же начутники. Они не занимаются научными, они пытаются как бы действительно... Такие только технические, они просто зарабатывают деньги. Такой же заводик, как Игорь говорил, только завод по производству... Произитарный, но чисто произитарный. Да, да. Произитарный завод по выпуску таких вот полуобразованных индивидов. Они как будто бы у них есть степеня, у них есть это... Они что-то вроде бы умеют делать, как будто бы, да. На самом деле все это фиксы. То, что на самом деле реальные вещи, и реальные люди, которые что-то умеют делать, они как-то мимо этого проходят. Они не находятся, что называется, вместе. Теперь вся наша образованность, вся наша наука переместилась там. Ну, может быть, наука в меньшей степени, ну, допустим, такая вещь как философия. Я бы переместился из институтов, из университетов куда-то там, не знаю, на кухне там, а не куда-то там. Ну, не знаю, она куда-то переместилась. Другие места. Ну, это очень серьезная вещь, потому что похоже, что наша система образования, она и вообще общая духовная ситуация, практика в стране, которая существует, она приводит к такой забавной вещи, что вот эти самые основы экономики, эти люди-заводы, то есть эти намады, они в стране воспроизводятся очень плохо. Реально плохо воспроизводятся. И эта ситуация появилась не с начала, это ситуация кризис 2008 года, которая, по большому счету, может назвать геноцидом мелкого бизнеса. И до сих пор этот мелкий бизнес, так называемый, среди которых много так называемых намадов, он от всех этих вещей не оправился. И государство между тем, чтобы каким-то образом им помочь, оно взяло распределять свою нефтяную ренту по паразитарной секторам экономики, например, по системе высшего образования, или по нашей замечательной системе здравоохранения и так далее. Причем, опять же, такая паразитарная система, то, что ты говорил про византийские игры, она его постоянно воспроизводит. Эту систему вертикали и иерархическую игру. Да, сакральную систему. Потому что все всем обязаны, преподаватели обязаны за то, что им дали работу, потому что они понимают, что они не нужны. И они понимают, что они несут чисто паразитарную функцию. Они воспроизводят как бы... Ну да, он пришел и пришел, открыл учебник и зачитывают его. Они воспроизводят знания, которые, на самом деле, не обладают уже никакой... Часы получил, потом пришел в другую аудиторию и... За этим можно наблюдать в том отношении, что просто взять и посмотреть, как Игорь любит говорить, где наши философы, которые упускают пачками из университета, где они находятся, чем они занимаются. Нигде. Их просто нет. То есть, не зависит от того, что вроде бы воспроизводится, ну не знаю, там, сотнями... Каждый год, может быть, тысячами философов, а эти философы просто растворяются в нигде. И все. То есть, вот есть некая функция, да, по производству философов. Мы берем отдельную функцию. И что? Для чего она есть? Она, почему посмотреть по результатам? Нет никакой из этой функции никакого пользы. Именно по этой философии, в ней участие, в частности, да? Где она находится? Еще раз говорю, а все потому, что нет уже места. Нет того святого места, куда надо прийти и поклониться, и там приобрести, как говорили раньше, что есть алтарь знаний, да, принести что-то на алтарь знаний. Нет такого алтаря. Наоборот, теперь знание обитается, является вот таким кочевым. То есть, знание теперь находится в человеке, нет места. Теперь не место является главным. Вот эта вот просто метафора места, она здесь важна. Точно так же и государство, это некое место, опять же, да, на карте там, оно обозначено в виде границ каких-то, нет такого места. То есть, так же и заводик, как Игорь говорит раньше, это некое участок огороженный, там, на нем здание стоит, к нему прикреплены там рабочие, там, и прочее, прочее. она выполняет и социальные функции, потому что обеспечивает людей работу, она выполняет и градостроительные функции, поскольку она обеспечивает город тем, что заняты с населением и прочее. То есть много функций, теперь такого нет, и такой необходимости более такой уже нет. Да, ну все, да. Нет, просто единственное, ты как бы у Номата все это отметил вероятно, а вот саму тенденцию, что это связано с тем, что освобождение человека от материального, от некой закрепощенности или закрепленности, она просто приобрела новый уровень. Значит, ты был прикреплен просто к сеньору, феодаль, ну даже можно взять рабство, ты был прикреплен как вещь, потом прикреплен как вассал, или прикреплен как крепостной, потом ты прикреплен к заводу вроде как свободен лично, но прикреплен к тому, что ты же должен себя прокормить, нуждой прикреплен, а теперь ты вообще никак не прикреплен, ты просто свободен. И вот в этом свободном обществе, если такое может быть, как раз и не трудно власти, которая остается на старой позиции, которая пытается управлять, спуская сверху в Ирак свою волю, вот ей управлять активным населением сложно. Если человек является намадом, несет сам себе господин, а если сегодня здесь, а завтра там, если заводик не прикреплен к месту какому-нибудь... Да, если он продает продукцию. Продает продукты, причем он может сегодня здесь продавать, а завтра там. Но он и с такой нормой прибыли, как правило, что даже склад своего этим самым продуктом... Все хочет, сегодня работает, завтра не работает, сегодня год работает, год не работает. Хочет в Тайланде сидеть. Да, как с такого человека управлять? Вот возникает такая проблема, конфликт власти и населения, потому что население просто... Такая власть не нужна. Зачем? Эта власть пытается нас всяческим образом над нами власты, то есть она пытается найти рычаги, и она их не может найти, потому что нет этих рычагов. Раньше они были, потому что система была. Потому что должен был какой-то определенный момент подавать свой труд. Например, опять же, паспортная система, это же опять некое прикрепление. Почему государство так навязывает эти паспорта? Потому что постоянно мы идем на поклон к этому государству. Мы опять все равно, государство пытается нас привязать к прописке, к какому-то месту. Опять же, она нам постоянно диктует позиции некой стати, неких мест. А логика на самом деле, логика динамики. Нет уже никаких мест. Потому что мы уже везде, и нас уже везде есть, мы везде можем быть. Везде это надо понимать. Мы в интернете, мы и на улице, мы в одном государстве, в другом государстве. И мы переносим не только свои тела, но и свои мысли, свои заводы. Мы просто мобильны во всех отношениях. И вот это как прозревается, действительно, как человек будущего. Но ты просто его взял с социальной стороны. Такой же точно намат можно рассматривать так же и с идейной стороны. Я так говорю, что как раз не намат является не следствие свободы, а следствие свободы является того, что ты пристаешь продавать собственное время, а начинаешь продавать продукты. Это я тоже согласен. Нет логики, единой логики того, что все определяется только одним движением. Нет, естественно, как бы движение многомерное. И вот из того, что ты начинаешь продавать продукт уже, в большей части населения, а не время свое, и пристекают все остальные интересности и забавности, которые... из массовые метафоры, да, и как бы массовое общество, да, там, молчание большие ступотрияи, да, кругом возникала вот некая массовизация, да, то есть как бы обвиздничивание человека, да. Откуда она берется? Это, на самом деле, это уже... Да, из масла характера производится, но это уже было частично неправдой, уже тогда. Как всякий раз мысль всегда не поспевает за изменение времени. То есть мысль этих философов, она просто фиксировала нечто, что уже случилось и что уже прошло. А на самом деле уже прозревалось будущее. Уже вот эти вот были индивидуалисты, которые уже в философии не опирались на какие-то авторитеты, на какие-то истины, которые раз и на себя затвержены. И прежде всего это проявлялось именно в какой-то философской критике. Ну, например, стоит привести нишу, который пытался всяческого рода стереотипы и штампы критиковать на всех уровнях. Ну, если брать философское основание. А так, в принципе, массовое общество, оказывается, его-то и нет. То есть ситуация, в которой мы сейчас находимся, это ситуация уже не массового общества. Номат – это такой индивидуал, доведенный до последнего логического предела. То есть, наоборот, индивидуализм перерос массово. И мы замечаем, что, например, стал востребован вообще индивидуальный какой-то труд. Очень важно понимать, что именно такой человек не является паразитом, как этот человек пытается сделать, а он, наоборот, является основой экономики. Вот он как раз производит, он производит, а все остальные пытаются его паразитировать. Все? Продолжение следует...